Они говорят, что находятся вне закона, а остальные заклеймили их как бунтарей и преступников. Я выбрал такую жизнь, я знал, что окажусь за решёткой. Их тысячи во всём мире. Торговля наркотиками, контрабанда оружия, проституция и вымогательство принесли членам банды по всему миру миллионы долларов. С точки зрения правоохранительных органов, криминальные мотоклубы – хорошо организованные преступные группировки. Они торгуют наркотиками, избивают людей, убивают. И численность их растёт. Это сейчас последний бастион преступности в Америке. Банды Америки. 1%. Криминальные мотоклубы – одни из самых быстро растущих банд в мире. Они называют себя одним процентом, потому что именно на них приходится тот единственный процент мотоциклов, который идёт против закона. Если ты из одного процента, ты не обращаешь внимания на то, что думают о тебе другие. Я был наглым и высокомерным засранцем. Хотел только ездить и драться. Это образ жизни одного процента в чистом виде. Эти названия представляют силу и бунтарство. Хотя только один из мотоклубов называется «Аутлосс» – преступники. Все они входят в один процент байкеров, не считающихся с буквой закона. Когда нас называют бандой, меня это оскорбляет. Я никогда не входил ни в какую банду. Мы не банда, у нас мотоклуб. Они очень опасны. Они ведут активную уголовную деятельность. Криминальные мотоклубы появились в 40-х годах прошлого века, когда ветераны Второй мировой стали собираться вместе, чтобы общаться и кататься на мотоциклах. В 1947 году трехдневный слет мотолюбителей в Холлистере, штат Калифорния, погрузился в хаос. Десятки людей были арестованы за драки, пьянство и уличные гонки. В следующем, 1948 году, появился первый филиал, так называемый «Чаптер» клуба «Ангела Фада». Американская мотоциклетная ассоциация заявила, что 99% мотоциклистов — законопослушные граждане, а преступники составляют оставшийся 1%. Вскоре после создания клуба появилась его знаменитая эмблема с черепом и логотип. Возникли конкурирующие клубы, которые в конечном итоге объединились. У «Ангела Фада» ныне 230 чаптеров в Америке и 26 странах мира. В 70-х годах клуб шел против закона. Мы творили все, что душе угодно. Кутили, кололись, гоняли на мотоциклах. Именно это меня увлекало. Действующие члены придерживаются строгого правила не общаться с прессой. Этот байкер согласился говорить при условии, что мы сохраним его личность в тайне. Мы считали себя лучшими из лучших. Мы и есть лучшие. Мы номер один. Ангелы Ада не тусуются с байкерами из других клубов. Мы номер один, и хотим, чтобы так и было дальше. Десятилетиями члены клуба промышляли нападениями, вымогательством, подбрасыванием бомб, убийствами и незаконным оборотом наркотиков. Оружие и наркотики идут рука об руку с ангелами Ада. Мы самые плохие среди плохих. Мы можем делать все, что нам вздумается. Желающие вступить в криминальный мотоклуб сначала становятся кандидатами, как их называют, проспектами, и не имеют права носить полный логотип клуба. Период инициации длится от 12 до 16 месяцев. Новичку поручают присматривать за байками возле баров и выполнять мелкие поручения в клубе, пополнять запасы бара, убирать и тому подобное. Чтобы стать ангелом Ада, нужна самоотверженность. Ваша жизнь вращается вокруг клуба. Чем больше ты вкладываешь, тем больше отдачи получаешь. В былые времена мы выезжали покататься с сопровождающим из членов клуба. Можно было совершить преступление или, попав в передрягу, разрулить ее, но побить кого-то или еще что-то в этом духе. Это повышало авторитет и позволяло скорее стать членом клуба. Проспекту нужны голоса членов клуба, чтобы получить право носить эмблему. Я знавал ребят, которые кинулись в драку, и их обстреляли конкуренты из других клубов. Так на следующей неделе их приняли в клуб. Джон Билл, бывший президент Мэрилендского отделения ангелов Ада, стал полноправным членом клуба в 2003 году. Я катался с байкерами последние 20 лет. Обо мне весь город говорил. Я был одним из лучших. Нас приняли в ангелы Ада. Это был лучший день в моей жизни. Просто сменив эмблему, я сразу стал монстром. Я стал одним из них. И заплатил за это. В конце концов, меня арестовали. Меня обвинили в совершении преступления, и пришлось отсидеть. Из-за этой нашивки я потерял почти все, что у меня было. Но я ни о чем не жалею. Джона Билла арестовали по обвинению в хранении наркотиков и оружия после рейда в здании клуба его «Чаптера». Он поддерживает связь с байкерской культурой через свою мастерскую татуировок. Любой, кто ездит на мотоцикле, да хоть раз сел на мотоцикл, хочет стать ангелом Ада. Ангелы Ада лучше всех. Ангелы Ада носят нашивки, пирсинг, клубные татуировки. Крылатый череп — фирменный знак ангелов Ада. А изображение одного процента символизирует традиционный преступный статус. Знаете, татуировки и байкеры — это почти единое целое. Это наша жизнь. Мы не оглядываемся на то, что подумает о нас общество. Нам все равно, что оно думает. Мы никому не дадим указывать нам, что нам можно делать, а чего нельзя. По всей стране полиция внимательно следит за криминальными мотоклубами. У всех клубов есть общий враг — правоохранительные органы. Именно они противостоят здесь всем мотоклубам. Им плевать на размер клуба, на то, соблюдает ли он законы, на то, что, возможно, это семейный клуб. Если полиция вас не контролирует, вас закрывают. Сегодня полиция Миннесоты готовится к прибытию самых опасных главарей одного процента в стране. Лидеры «Ангелов Ада» с восточного побережья США собираются провести тайную встречу. Через четыре месяца Миннесотское отделение будет принимать один из крупнейших ежегодных слётов «Ангелов Ада» — гонки США. Гонки «Ангелов Ада» сопровождаются масштабными попойками — употреблением наркотиков и насилием. Предводители «Ангелов Ада» из Миннесоты выбрали местом проведения гона «Карлтон», городок неподалёку от Миннеаполиса. Гонки «Ангелов Ада» последний раз проводились в Миннесоте в 1969 году. Каждый чартер в стране пришлёт сюда кого-то, обычно не менее двух человек. А ещё будут участники со всего мира. Мотоциклетная банда — это крепкий орешек. Это тайное общество. Организованная преступность. Встреча «Ангелов Ада» даёт полиции возможность узнать, кто командует в банде. В этом неприметном здании капитан управления шерифа округа Хенапин Крис Омот проводит собственное тайное собрание. Омот собрал свой отряд, чтобы обсудить план наблюдения за встречей руководителей «Ангелов Ада» восточного побережья США. Итак, мы сегодня будем следить за «Ангелами Ада», в основном в здании их клуба. Их встреча назначена на два часа дня. Вот что нам известно. Его команда будет фиксировать, кто приходит и уходит. Передавать данные полицейским управлением по всей стране. Это настоящий президент. Вице-президент. Насколько я понимаю, он отвечает в этом году за проведение гонок США. И он точно сегодня будет здесь. Капитан Омот пригласил Стива Кука, который руководит организацией, занимающейся мото-клубами на Среднем Западе. Кук может дать ценные советы о том, как действовать во время предстающего слета «Ангела Фада». Ему уже случилось работать на гонках США. Стив, не расскажешь, что ожидает нас этим летом? По самым скромным оценкам, вы столкнетесь с присутствием в маленьком городке от 350 до 400 полноправных членов криминальных мото-клубов. Кук вместе с Омотом и его командой будет наблюдать за зданием клуба. И еще важный момент. Относитесь к ним с уважением. Если человек хочет быть подонком, это его право. Давайте соберем информацию и разберем ее позднее на собрании. Все, берегите себя. Далее в программе. Миннесотский городок готовится к нашествию. А полиция Орегона готовится к войне между бандами. Миннесотское отделение Ангелов Ада проводит тайную встречу, планируя свои печально известные гонки США. Полиция собирается следить за зданием клуба, чтобы опознать вожаков Ангелов Ада, приехавших на эту встречу. Полицию Миннеаполиса тревожит наличие клуба конкурентов Ангелов Ада, преступников, в соседнем штате Висконсин. Вы увидите предводителей с восточного побережья. Они будут планировать гонку США. Это будет главный вопрос на повестке дня. И еще они наверняка будут говорить о том, что их конкуренты, преступники, совсем рядом. И с этим придется что-то делать. Для начала Омад и Кук объезжают местность, чтобы определить, сколько в городе байкеров. Им сообщают, что группу Ангелов Ада заметили у местного похоронного бюро. Как думаешь, сколько их приехало? 30-35. Они удивлены количеством прибывших. Криминальные мотоклубы сейчас на подъеме. Один из источников новых кадров — армия США. Когда мы участвуем в боевых действиях, как, например, сейчас в Ираке или Афганистане, некоторая часть вернувшихся солдат присоединяется к мотоклубам. Некоторые члены этих банд и сейчас служат на фронте, что дает им отличную возможность посмотреть на таких людей, увидеть их в бою и определить, подходят ли они. Если верить полиции, то даже во время такого печального события, как похороны, банды байкеров не оставляют своих преступных занятий. Их присутствие на похоронах не означает, что они в этот момент не вооружены или не употребляют наркотики. Они обычно как минимум держат на стоянке одну машину с оружием, и все члены банды знают, где его найти. Я вижу пару проспектов. Еще до окончания похорон соседи по всему городу сообщают, что большая группа байкеров устроила гулянку в частном доме. посмотри на эти байки. Что ты видишь, Стив? Я заметил Лос Валиентес и Фрименов. Не ко всем другим клубам Ангелы Ада относятся враждебно. В город подъехали группы из клубов, сотрудничающих с Ангелами Ада. В районе города Сент-Пол хозяйничают Ангелы Ада, а все остальные подчинены им, но в той же мере занимаются преступными действиями, прежде всего незаконным оборотом наркотиков. Здесь по меньшей мере три байкерских клуба. Ангелы Ада используют такие банды в качестве информаторов. То есть, если банда конкурентов в этой байкерской пытаются устроить рейд, эти парни предупреждают ангелов. Их также используют в качестве наркокурьеров, а также заставляют совершать кое-какие незаконные действия, защищая таким образом самих Ангелов Ада. Если эти парни попадаются, Ангелы Ада остаются чистыми. Они сейчас перед зданием клуба. Разъезжают туда-сюда. Они ведут обсуждение в клубе. Там сейчас очень оживленно. Мы подъезжаем. Омат и Кук направляются к клубу. Ангелы Ада выставили часовых. Явный признак того, что что-то происходит. Крис Джеффу мы на месте. Оказавшись там, Омат и Кук были озадачены. На стрёме стоит вице-президент. А обычно эта роль отводится новичкам. Так называемым проспектам. Видим на улице вице-президента. Это немного странно. Капитан Крис Омат, руководящий группой наружного наблюдения, принимает непростое решение. Раскрыть себя и выяснить, что происходит. Я считаю, что в такой ситуации мне следует показать, что я здесь. Так лучше и для их безопасности, и для нашей тоже. Я сказал, если будут какие-то проблемы, пускай звонят мне. А он ответил, что звонить они не будут, потому что это смахивает на стукачество, а они не стукачи. Вице-президент неразговорчив. Он сообщает Омату, что всё под контролем. Омот ему не верит. До встречи руководителей восточного побережья ещё несколько часов. Омот и Кук уезжают из клуба Ангела Фада и продолжают патрулировать город. Вскоре им сообщают, что от здания клуба на серой машине отъехал проспект. Омот подозревает, что тот едет забирать одного из главарей, прибывшего в город. Это Магнум. А это наша машина у него на хвосте. Технологии это здорово. Да. Тут машина прямо на нас едет, так что мне нужно ехать дальше, как ни в чём не бывало. Это одна из гостиниц, где останавливаются члены клуба из других штатов. Мы попытаемся выяснить, за кем он приехал, кто тут участвует, и попробуем опознать с кого-то из членов клуба. Парень впереди похож на бокс-хеда из Коннектикута. Омот и Кук следуют за машиной. Они что, разворачиваются? Проверяют, нет ли хвоста. Да, возможно. Омот и Кук хотят точно выяснить, с кем имеют дело. Разворот с нарушением правил даёт им такую возможность. Сотрудник из отряда Омотта останавливает Ангела Фада. О да, его остановили. Ещё одно знакомое лицо. Этого лысого мы уже видели в Брэнсоне. Он обычно довольно заносчив. Сфотографируйте их. Позвольте, я вас быстренько сфотографирую. Я знаю, что вы из Нью-Йорка. Можете проверить мои права, а фотография моя вам не нужна. У вас своя база данных. Всё у вас есть. Хорошо. Давайте по-честному. Вы нас остановили. Вы нам мешаете. Так выписывайте нам штраф или что вы там хотите делать. Хорошо. Вы с нами обращаетесь как чёрт и с кем. Мы всё равно сделаем то, что нам нужно. Я вас сфотографирую. Ладно, только давайте быстрее. Один из них определённо был боец. У него была нашивка, диквилла, что значит, что за ним числятся нападения на полицейского. У него также была нашивка «Фил Зи Пью». Её дают тем, кто убивал за клуб. В общем, серьёзный парень. Как раз из тех, кого послали бы на такую встречу. Что там, Джефф? По-моему, у него была пушка. Вот это было в дверце. Выпало, когда он доставал права. У водителя был фигурный молоток. Это популярное среди таких парней оружие. Оно нам знакомо. Представителям Нью-Йорка на встрече выносят предупреждение, после чего отпускают. В клубное здание прибывает более 50 делегатов. Но всё тихо. И к разочарованию полиции не удаётся узнать ничего о содержании беседы. Через 4 месяца Омонту и его команде предстоит следить за гонками США в Карлтоне, которое ангела Ада планирует сегодня. Поскольку банды одного процента действуют по всей стране, полиция разных штатов объединяется, чтобы отслеживать действия байкеров. Вдали от Карлтона, штате Орегон, действует коллега Омотта и Кука Дэйв Берроуз. Он противостоит внезапному нашествию членов клуба Монголы на город Юджин, штате Орегон. Берроуз работает под прикрытием и мы не можем показать его лицо. Группировки преступники и Монголы объединились против ангелов Ада. Мы считаем, что в мире где-то 3200-3500 членов ангелов Ада. Монголов же от 500 до 600. Их логотип монгольский воин в солнцезащитных очках верхом на мотоцикле. Этот мотоклуб был основан в 1969 году в Монте-Белло, штат Калифорния. Как и в первых криминальных мотоклубах 40-х, большинство монголов были бывшими американскими военнослужащими. В этом случае ветеранами Вьетнамской войны. Как и у ангелов Ада, у монголов есть свои нашивки и символы. Это их череп с перекрещенными костями. Один из монголов сказал мне, что это знак того, что человек послужил клубу. А это значит, что он совершил какой-то акт насилия против другого клуба или правоохранителей. Один процент. Один раз монгол всегда монгол. Это ромб одного процента. Значит, что они себя считают тем одним процентом мотоциклистов, которые живут не по закону. Далее в программе представители федеральных агентств проникают в клуб монголов. Ангелы Ада охотятся на лидера монголов. А монголы идут на рискованный шаг, вторгаясь в Орегон. Орегонская полиция внимательно следит за проникновением монголов на территорию штата. Несколькими годами ранее рост мотоклуба монголов в Калифорнии привел к жестокой войне за территорию с ангелами Ада. Да, крови было пролито немало, но так и бывает, когда идет война. Я не стану утверждать, что мы мирные, мы совсем не мирные, но только когда нас к этому вынуждают. Я уже проиграл одну войну во Вьетнаме и не собирался проигрывать еще одну. Война за Калифорнию привела к смерти нескольких ангелов Ада и нескольких монголов. В итоге клубы заключили хрупкое перемирие. Орегонская полиция стремится предотвратить следующую войну между бандами 1%. Есть от чего тревожиться, монголы переживают упадок. Внедрив в их среду нескольких агентов, федеральные службы арестовали свыше 500 членов клуба по обвинению в рэкете. Беспрецедентным решением правительство отняло у монголов их запатентованную нашивку. Теперь закон запрещает членам клуба носить ее. Клубу пришлось изменить свои цвета и логотип. Как американец, воевавший за свою страну во Вьетнаме, я имею право, если захочу мчаться по шоссе в куртке с нашивкой монголов. Это мое право, и в этом нет ничего плохого. Если отобрать мою нашивку, запретить мне ее носить, я не перестану быть монголом. Просто теперь вы не будете знать, кто является монголом. Став монголом, остаешься им навсегда. Мы не уйдем в другой клуб, мы не будем носить другую нашивку, мы монголы. Майк Маккартни, бывший член этого клуба. Мы самые плохие парни, самые жесткие. Мы всем сердцем преданы такой жизни. Мы живем, дышим и умрем за свой клуб. Нет ничего круче, чем ехать по дороге с братьями монголами. Это ощущение, это трех байков, несущихся по дороге, и хрычание. Маккартни сыграл ключевую роль в экспансии монголов на восточном побережье США. Он пошел на риск, основав чаптер клуба в Нью-Йорке на территории Ангелов Ада. По его словам, ангелы Ада в ответ заказали его. Заказ — это когда за твою голову объявлена награда, потому что в 99% случаев после смерти лидера его ребята разбегаются. Я не слишком часто показываюсь на людях и не гуляю в толпе, чтобы не нарваться на старого или нового врага. Монголы ведут экспансию. Прошлой осенью они втихую основали первые четыре своих чаптера в Орегоне. Ношение своей символики из знака штата без разрешения действующих орегонских банд могло спровоцировать войну за территорию. Журналист Брайан Дэнсон много писал о монголах в газете «Орегониан». Агрессивные байкеры действуют в Орегоне уже очень давно, еще с 50-х. Большую часть времени они держались в рамках, но случались и убийства, и изнасилования, велась наркоторговля, бывали угоны мотоциклов, но зачастую все проходило без шума. Полагаю, если бы общественность больше знала о криминальных мото-клубах, их существование тревожило бы ее больше. В Орегоне действует 5 мото-клубов 1%. Новые отделения монголов перехватывают членов других клубов и создают проблемы. Они захватывают те места, куда приезжают, и люди видят, что ездят они большими группами. Они видят нашивки из трех частей и в большинстве случаев наверняка не знают, что означает нашивка монголов. Хотя полиция это знает точно. В Юджине, штат Орегон, полиция планирует предотвратить вспышку насилия между мотоклубами. Детектив Дэйв Берроус работает под прикрытием, и мы не можем показать его лицо. Сегодня мы попытаемся раздобыть информацию на молитвенном собрании клуба «Вольные души». Это старейшая и крупнейшая банда байкеров в Орегоне. Каждую неделю они проводят молитвенное собрание, где общаются друг с другом и обсуждают дела клуба. Сегодня мы хотим опознать проспектов. Было бы здорово, если бы удалось их остановить за какое-нибудь нарушение, чтобы разузнать о них побольше. В Орегоне «Вольные души» и два других местных клуба сотрудничают с «Ангелами Ада». Это означает, что монголы их враги. Для полицейских сбор сведений о бандах одного процента может быть опасен. Стоит помнить, что у них порой есть машина-прикрытие. Не забывайте, что они иногда могут устроить засаду. Выполняйте рекомендации по безопасности. Считайтесь тем, что у них может быть оружие, законное или незаконное. Все, поехали. Детектив Бэрроуз и офицер Уайт направляются к зданию клуба. «Вольные души» на 100% местные ребята. Они действуют с 1969 года, то есть в клубе много членов старшего поколения, и они начали набирать молодежь. Если 2-3 года назад в клубе состояли в основном люди в возрасте 40, 50, 60 лет, то теперь туда приходит много тех, кому от 30 до 40. Когда они начинали в конце 60-х, то тесно взаимодействовали с ангелами Ада. Монголы им здесь не нужны. «Вольные души», с которыми я общался, высказывали опасения, что если возникнет конфликт между монголами и ними или другим орегонским клубом, монголы хлынут в штат и начнется настоящая война. Они останавливаются у здания клуба. Молитвенное собрание «Вольных душ» началось. Во время этого собрания женщинам и проспектам приходится ждать снаружи. Бэрроуз просит разрешения пообщаться с членом клуба. Он хочет, чтобы байкеры знали о присутствии полиции. Держась на виду, можно предотвратить войну за территорию. У члена клуба, с которым говорил Бэрроуз, своя мера профилактики. У него есть разрешение на ношение оружия. У него под жилеткой видны контуры пистолета. Когда я его раньше останавливал, пистолетов было два. Что получается? Есть какой-нибудь правонарушитель. Пистолета или запрещенного оружия у него при себе нет, зато у его дружка, который сидит рядом. Пистолетов два. Так что члены клуба всегда при оружии. Позже вечером команда Бэрроуза патрулирует территорию вокруг клубного здания вольных душ, собирая сведения. Нескольких кандидатов и членов клуба останавливают за нарушение. Вы местные из Юджина? Нет. Заламинированные документы. Вы настоящий орегонец? Ага. Оружия с собой нет? Только парочка складных ножей. Бэрроуз проверяет, не краденый ли это мотоцикл. Все в порядке. Байкер может ехать. У него с собой было два складных ножа. Огнестрельного оружия не обнаружено. Он раньше был президентом отделения вольных душ в Гузбей. Может, и до сих пор им остается. Я не уверен. А он бы не сказал. Один процент, как он есть, разговаривать готов, а рассказывать что-то нет. Следующим вечером в Портленде Бэрроуз и Уайт помогают полиции. Монголы устроили вечеринку. Местные клубы могут воспользоваться этой возможностью, чтобы напасть на них. Полиция вела наблюдение во время похорон члена одного из клубов. Мы беспокоились, что из-за вечеринки монголов между клубами возникнет конфликт. В городе было много байкеров, не меньше сотни членов орегонских клубов и, похоже, не менее 30-40 монголов. Напряжение нарастает. Полиция внимательно следит за клубами и держится поблизости. Справа от нас здание клуба Джипси Джокер. Некогда они были сильнейшим клубом в Орегоне. Сегодня собралось много полицейских, призванных не допустить жестокой конфронтации между клубами. И собрать сведения о численности и происхождении байкеров 1%. Похоже, там 15-20 мотоциклов. Я также видел много байков, которые, судя по всему, принадлежат некоторым из наших орегонских монголов. Сегодня вечером я видел членов клуба из Юджина, Портленда, Мэтфорда, Сан-Хосе, Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Итак, несколько человек стоят снаружи, они с новыми эмблемами, а с ними парочка ребят из Джипси Джокер. Сфотографируй меня, урод! Так они разговаривают с полицейскими, если удается. Их девиз уважение многих «Не бойся никого». Сегодня вечером монголы и другие криминальные мотоклубы обошлись без конфликтов. Детектив Берроуз и офицер Уайт наблюдают интересную тенденцию. Я впервые увидел, чтобы парни из Джипси Джокер и монголы тусовались вместе. Никаких выводов. Это вовсе не значит, что они союзники. Это не значит, что они друзья. Мы не знаем. Похоже, что в Портленде все под контролем. Мы закругляемся здесь и возвращаемся в Юджин. Я не против. Далее в программе столкновение монголов и ангелов ада с летальным исходом. Полиция Аризоны готовится к нашествию ангелов ада. А 500 ангелов приезжают в Миннесотский городок для участия во всеамериканской гонке. Всегда, когда криминальные мотоклубы начинают оспаривать территорию, возникает опасность жесткой конфронтации. Монголы и ангелы ада воюют уже три десятилетия. В 2002 году в городе Лафлин, штат Невада, публика увидела всю степень взаимной ненависти двух клубов. Перемирие между ними было нарушено, когда более сотни ангелов ада и монголов устроили потасовку на территории казино Харрес Лафлин во время гонки Лафлин-Риверран. В два часа ночи 40 монголов гуляли в баре при казино, когда туда явились ангелы ада. Мы пришли в казино, чтобы устроить разборку с монголами. Я попытался их остановить. Зеленая стрелка на этой записи указывает на Роджера Пинни. Некоторые из братьев пытались разрядить обстановку. Я вел переговоры, я был национальным президентом клуба и чувствовал, что обязан попытаться остановить стычку, потому что по опыту знал, стоит начать, стоит разбить хоть одну бутылку, и кто-то погибнет. Один из братьев, Рэй, был недоволен тем, что ему говорили, и толкнул того парня в грудь. И тогда все вышло из-под контроля. Мы выхватили молотки и стали ими драться. А потом пошло-поехало. В ход пошли ножи, молотки, гаечные ключи, битые пистолеты. Работники казино и игроки вынуждены были искать укрытие. Я увидел, как он ухватил одного из моих братьев. Я схватил его сзади, оттащил, и тогда меня трижды пырнули в спину, бросили на землю, стали бить руками и ногами. В результате драки погибли два ангела ада и один монгол. Более дюжины байкеров получили травмы. Мы слегка перегнули палку. И необходимости в этом не было. Но мы будем делать то, что нужно, когда это будет нужно. Несмотря на дурную репутацию, ангелы ада говорят, что их связывают крепкие узы братства. Братство, для которого тюремные стены не препятствие. Ангелы ада ежегодно собираются в городе Флоренс, штат Аризона, на гонку Флоренс. Ее цель поддержать членов клуба, отбывающих заключение в нескольких из девяти тюремных комплексов этого города. Это 25-я тюремная гонка. Это началось как знак внимания друзьям, находящимся за решеткой. Здесь собирается много полиции, которая следит, чтобы не возникло никаких проблем. полиция ожидает, что в гонках примут участие полторы тысячи ангелов ада и родственных им клубов. Сделайте мне еще одну баррикаду. Отсюда, вон туда. Вдоль дороги устраивают две баррикады. В течение двух дней заездов ангелы ада проезжают мимо тюрем в город Флоренс. Для полиции и ангелов ада все прошло по плану. Гонки во Флоренсе всегда проходили гладко. Чего не скажешь о гонках США. Последняя гонка в Монтане принесла обвинения в изнасиловании. Годом ранее в Арканзасе драка с членами других клубов прошла с применением ножей и бейсбольных бит. Четыре человека получили серьезные ранения. В штате Миннесота местные и федеральные власти приготовились к предстоящему конфликту криминальных мотоклубов. По мере приближения всеамериканской гонки ангелов ада стали поступать сведения из лагеря их противников. Клуба преступников и их потенциальных союзников монголов которые угрожали сорвать гонки. Полицейские осознают масштаб проблемы и представляют себе на что способны ангелы во время столкновения с другой бандой. Для них ввязываться в драки лезть под пули и воевать так же обычно как для вас ходить по магазинам. мы занимаемся этим каждый день. 30 июля Карлтон, Миннесота начало всеамериканской гонки ангелов фада. В Карлтоне всего 810 жителей и имея под командованием всего 19 штатных сотрудников шериф Келли-Лейк вызывает подкрепление со всей страны. Агенты из бюро по алкоголю, табачным изделиям и огнестрельному оружию уже на месте. Иммиграционная и таможенная полиция США должила вертолет для воздушного наблюдения. Полиция всего штата присылает своих сотрудников. Приезжают и журналисты. Все ожидают столкновения между ангелами ада и одним из их противников преступниками. Это клуб, расположенный в соседнем штате. Но пока из-за сильного дождя большинство ангелов сидят в казино, баре и гостинице. Можно сказать, что ангелы ада оказались здесь в заперти. С одной стороны полицейские, а с другой плохая погода. Им особо некуда идти. ангелы сняли местный бар и припарковали у него грузовики, чтобы укрыться от посторонних глаз. Они забаррикадировались. Утром еще можно было туда заехать. Приходит весть о том, что полиция ведет наблюдение в Висконсине. преступники и, возможно, их союзники монголы начинают собираться на границе. Они находятся всего в 16 километрах отсюда, это опасно. Достаточно, чтобы один-два человека напились, и тогда им может подуматься, а давайте поиграем мускулами и побьем себя в грудь. Поехали к ангелам, отловим там кого-нибудь. Далее приходит черед испытать силу узбратства. Ангелы выдвигаются отстаивать свою честь. Напряжение растет, ангелы направляются к границе, чтобы противостоять своим противникам. Сотни ангелов ада съезжаются в крохотный городок Карлтон на севере Миннесоты для проведения ежегодной гонки США. В течение трех дней за счет присутствия внушительных сил полиции удавалось поддерживать неустойчивый мир. Но теперь возникла новая угроза. Несколько отделений конкурирующего мотоклуба преступники собрались в соседнем штате Висконсин на расстоянии менее часа пути. Обе группы готовы защищать свою территорию. Для преступников это Висконсин, а для ангелов Афада Миннесота. Всю неделю мощным силам полиции удавалось сводить проблемы к минимуму, пока преступники не пересекали границу Висконсина. Правоохранительные органы работают круглые сутки, стремясь не допустить столкновения клубов. Они опасаются, что конфликт в Карлтоне может отозваться эхом по всей стране. Сегодня последний день гонок. Выехав из города через несколько часов, многие ангелы отправятся на еще более крупный слет в городе Стерджис, штат Южная Дакота. Полиция понимает, что случись стычки в Карлтоне, в Стерджисе конфликт приобретет новый размах. Стив Кук желает лично оценить масштаб угрозы и отправляется в Висконсин. Они рано или поздно совершат такую попытку. О том, где это случится, можно только догадываться. Только бог преступники Ангела да знают, где это произойдет. Мы подъезжаем к городу Сьюпириор, штат Висконсин. Насколько нам известно, здесь и собираются преступники. Мы проедемся по городу и посмотрим, сколько их, как они настроены, поглядим, что у них на уме, готовы ли они вообще к драке. Преступники на месте, но монголов не видно. Кука также радует то, что их относительно немного. опасаясь жестокой стычки между соперниками, полиция на следующее утро посылает вертолет для наблюдения за байкерами, выезжающими из Карлтона. Это вроде психологической войны. Полиция летает над головой Ангела Фада, запугивая их. на трассе номер 35 замечена группа Ангелов, которые едут в направлении к границе, до которой всего три километра. Если позволить им пересечь ее и добраться до преступников, жестокое столкновение кажется неизбежным. полиция отчаянно торопится окружить байкеров. Ангелов загоняют на стоянку, где их обыскивают на предмет наличия оружия и допрашивают. В конце концов их отпускают. преступники и Ангелы Ада не стали лезть на чужую территорию и гонки прошли без крупных инцидентов. За пять дней полиция тысячу раз останавливала байкеров и выписала 33 штрафа. Были арестованы трое Ангелов Ада, один из них из Нью-Йорка за вождение краденого мотоцикла. Это была лучшая операция из всех, которые проводились на мероприятиях Ангелов Ада. Полагаю, они такого не ожидали. Они наверняка думали, мы едем в мелкий городок и будем там хозяевами. Мотоклубы 1% утверждают, что правоохранители их неправильно понимают и несправедливо притесняют. Однако те, кто пристально следит за этими организациями, считают, что многие члены клубов используют их лишь в качестве прикрытия для насилия и преступной деятельности. Девиз Ангелов Ада резюмирует обе эти точки зрения. Когда мы поступаем хорошо, никто этого не запоминает. Когда мы поступаем плохо, никто этого не забывает. есть некая мистика в том, что касается Ангелов Ада и других клубов 1%. Есть. Как в той поговорке, понимающие не нуждаются в объяснении, не понимающим объяснения не помогут. Полиция понимает, что банды 1% никуда не денутся. Мы будем делать все, что от нас требуется, чтобы плохие парни соблюдали закон. Мы говорим, если мы не доберемся до вас сегодня, доберемся завтра. По-моему, чтобы запретить Ангела Фада в этой стране, придется изменить конституцию. Клубу всегда удавалось преодолевать трудности и приспосабливаться. Он недаром существует так долго. Это точно.